Вы смотрите Город С. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. О необходимости разгрузить врачей, вынужденных тратить большую часть рабочего времени на заполнение бумаг, чиновники говорят уже давно. С одной стороны, это разгрузит докторов, у которых останется больше времени на общение с пациентом, но с другой повысит статус среднего медицинского персонала. Вот так считают в Минздраве. Пока чиновники занимаются проработкой теории, в Самаре уже существует уникальный опыт организации сестринского процесса как самостоятельного направления деятельности медицинских сестер. Об этом мы поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, к нам в студию пришли. Ирина Назаркина, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники номер 15. Здравствуйте. Здравствуйте. И Лариса Пудовенникова, главная медицинская сестра, поликлиники номер 15. Добрый вечер. Добрый вечер. Если вспомнить историю, около 20 лет уже вы занимаетесь этим процессом, ничего нового для вас в этом нет, о чем сейчас заговорили. Ну, если совсем обратиться к истории, то да, отработка вот этого процесса, самостоятельной деятельности медицинских сестер, началась как раз около 20 лет назад. Тогда, когда были очень сильные связи международные, и нам удалась командировка, поездка в Соединенные Штаты Америки, в Великобритании. Именно там мы увидели вот этот опыт, когда очень много вопросов, даже не столько оформительского характера, сколько медицинского характера на себя берет медицинская сестра. И это не просто оформитель помощник в документах, это именно клинический помощник врача. Вот с тех пор и началось развитие в нашей поликлинике самостоятельной работы медицинских сестер. Уже очень многие вопросы были отработаны, вопросы активного выявления пациентов с хроническими заболеваниями, динамического наблюдения за теми или иными пациентами, вопросы участия медицинских сестер в ведении стационаров на дому. А сейчас, когда в сложившейся ситуации несколько уменьшился кадровый состав врачей, оказывающих медицинскую помощь на амбулаторном этапе, то именно этот механизм позволил нам сегодня компенсировать вот этот недостаток, перераспределив огромную долю этих обязанностей именно на медицинских сестер. Кроме того, уровень профессиональной подготовки наших медицинских сестер, он достаточно высок. И чем больше мы с ними работаем и сталкиваемся, тем больше понимаем, что останавливать их развитие только на уровне оформительства медицинской документации ни в коем случае нельзя. Это люди способны сделать гораздо больше для повышения качества оказания медицинской помощи нашему населению и для улучшения качества жизни нашего населения. Но, естественно, то, что сегодня этот проект и работа, начатая 20 лет назад, поддержана и Министерством здравоохранения Российской Федерации, и Самарской области, и Самарским государственным медицинским университетам, это нам всего лишь дает новый толчок к развитию. А так, к тому, что было начато уже 20 лет назад. Тем более, что в развитии, в общем-то, пределов-то нет. Можно постоянно развиваться и не останавливаться. Я напомню вам, что сегодня к нам в гости пришли заместитель главного врача и главная медицинская сестра Самарской городской клинической поликлиники номер 15. Мы готовы ответить на ваши вопросы здесь, в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Звоните к нам, пожалуйста, сюда в студию и задавайте свои вопросы. Мы сейчас уже сказали, да, Ирина Михайловна, о том, что речь-то идет не только о разгрузке врача, но и о некой мотивации такой для самих медицинских сестер. Тем более, что, если я не ошибаюсь, то доля среднего медицинского персонала у нас в здравоохранении где-то около 67%, да? Как минимум, да. То есть достаточно много и людей, которые готовы, которые квалифицированы и которые, в общем-то, уже давно должны были везде принять участие. И нас вы абсолютно правильно сказали, что они готовы. Они готовы к этому. И более того, у медицинских сестер есть желание и потребность развиваться профессионально, осваивать какие-то новые технологии, осваивать новые методики. Если медицинская сестра работает в стационаре, да, реализовать свою профессиональную потребность ей несколько легче. Это высокие технологии, это применение новых медикаментов. Все время считал, что амбулаторное звено – это несколько упрощенная схема оказания медицинской помощи. Но в настоящее время амбулаторное звено – это действительно тот участок, где 80% приходят со своей проблемой и остаются здесь на амбулаторном звене. И только 20% уходят на стационар. Поэтому уровень профессионального мастерства медицинских сестер, он должен быть, ну, амбулаторного звена, да, он должен быть нисколько не ниже, чем уровень сестер стационара. Ведь, посмотрите, нам приходится и внутривенно делать, и внутримышечно, да, это и уход за катетерами, и центральными катетерами. Наши сестры сегодня освоили вопросы перевязки ведения больных после операции. Это уход за палеотивными больными, за гнойными ранами. То есть спектр навыков, которыми сейчас владеет медицинская сестра амбулаторного звена, он более чем велик. А вот Лариса Юлдашина сейчас поделится опытом обучения наших медицинских сестер. Я как раз хотела спросить, да, вы совершенно справедливо перешли к этой теме, потому что вот готовы-то это хорошо, но готовы морально, либо готовы профессионально. Вот каким образом происходит обучение? Ну, дело в том, что на самом деле медицинские сестры, их базовая подготовка, она позволяет доверить им вот ряд полномочий, которые они на самом деле наделены. Это и профилактическая работа, и ряд лечебно-диагностических мероприятий, в которых они участвуют. Это и обучение пациентов, самоуходу, да, самоконтролю своих заболеваний. Но дело в том, что жизнь не стоит на месте, она идет вперед, и различные новые технологии, новые подходы в лечении, да, и они обязательно должны подтверждаться тем, что знания у медицинских сестер должны пополняться. И поэтому мы не стоим на месте, мы всегда учим своих медицинских сестер, организуем с образовательными учреждениями сетевое взаимодействие обучения. Это и клиники Самарского государственного медицинского университета, институт сестринского образования под руководством Ларисы Аркадьевны Карасевой. Это и Самарский областной центр повышения квалификации под руководством Николая Владимировича Просынка и сам ГМО, и также нам очень помогают, да, помогает и колледж имени Нины Ляпиной. То есть вот после дипломное обучение оно должно иметь продолжение, непрерывное профессиональное образование, непрерывное профессиональное развитие медицинских сестер. Оно позволяет нам получать новые знания, умения медицинских сестер, которые затем они реализуют в самостоятельной деятельности. Я вас прерываю по той простой причине, что наш телезритель ждет на проводе задать вопрос. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Я вот посещаю, ухожу в поликлинику, у меня личный врачоминает. Это ваша поликлиника, да? Да, у нас в поликлинику. И медицинский сестер очень хороший. Грамотные специалисты всегда правильно ставят диагнозы и быстро вот стараются. А вы к нам звоните с благодарностью. Благодарностью, конечно. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо за звонок. Такие звонки, мне кажется, вот в вашей профессии чрезвычайно важны. Да, спасибо огромное. Да, конечно. Да, вы знаете, медики, они, наверное, как никто, ждут ответные реакции от пациента. Мы стараемся всеми возможными силами решить их проблемы. И, естественно, удовлетворен пациент или не удовлетворен для нас, это очень важно. Поэтому такой вот звонок, когда благодарят и врача, и медицинскую сестру, очень важен. Мы обязательно передадим нашим коллегам то, что жители их участка довольны качеством оказания медицинской помощи. Но со своей стороны, естественно, будем стараться делать так, чтобы и профессиональный уровень, и антологический уровень наших специалистов рос. А вообще я хочу в дополнение к Ларисе Юдашевне вот что отметить. Да, у нас заключены договора с клиниками медуниверситета на рабочее прикомандирование сестер, с Самарским государственным медицинским университетом, с колледжем Ляпиной. Но это еще не все. Вот не зря наш телезритель обратилась и назвала пару. Это врач и медицинская сестра. Вот и учить мы их стараемся тоже парой. То есть на все конференции, которые у нас проходят образовательные в поликлинике, какую бы нозологию мы не изучали, какой бы вопрос мы не освещали в своей проблеме в этой конференции, мы стараемся так, чтобы были и врачи, и медицинские сестры. И они должны знать, что работают в единой связке. Вот этот вот механизм образования пары, да, образования команды на участке, да, который понимает друг друга с полуслова, с полузгляда, на наш взгляд очень важен. Наряду со всеми профессиональными опытами и навыками. Вы смотрите Город Эсс. Я напоминаю, что сегодня мы говорим об организации сестринского приема. И у нас в гостях представители поликлиники номер 15. Если у вас есть вопросы, 202-11-22, звоните к нам в студию. Если есть благодарности, звоните тоже. Если есть нарекания, звоните тоже. Давайте уже будем, да, честными. Давайте проясним, пожалуйста, о чем мы все-таки говорим. Вот когда мы говорим о сестринский прием, приходит больной в поликлинику. Он рассчитывает, что сейчас его примет врач, сделает какую-то диагностику, поставит диагноз и назначит лечение, правильно? Я думаю, что, например, когда больной заходит и его принимает сестра, это будет не всем понятно и будет удивительно. Вот какое разграничение мы здесь делаем. Абсолютно справедливый вопрос. Естественно, что пациент, который впервые обратился в поликлинику, и его проблема требует врачебного вмешательства, он будет осмотрен врачом, участковым врачом, врачом-специалистом. Но есть ряд категорий, ряд контингентов, которые вот здесь и сейчас именно в посещении врача не нуждаются. Есть люди с хроническими заболеваниями, они получают льготные медикаменты, или за ними нужно динамическое наблюдение, да, промониторировать, правильно он принимает препараты, неправильно принимает, обучен, правильно он усвоил вопросы, те, которые были на образовательной школе, или неправильно. Еще и еще раз этому повторить. У врача и технически, и физически не хватает на это времени, да, и эти вопросы мы все делегировали медицинской сестре. Следующая ситуация, вопросы подготовки пациента к плановым операциям, к плановым консультациям, оформление медицинской документации, да, частично вот этот вопрос. Тоже эти пациенты, более того, пациенты очень охотно идут на прием медицинской сестры. И могу сказать, что вот ежедневно у каждой участковой медицинской сестры открытое расписание на 8-10 человек приема. Оно всегда бывает занято. У нас не бывает такого, чтобы пациенты не пришли к медицинской сестре. Здесь и вопрос времени, здесь и вопрос чуть-чуть большей человечности у медицинской сестры, да, а у нее есть время поговорить. Она немножко больше знает о семейных вопросах, проблемах, с которыми может к ней прийти и ответить, да, вопросы вот этой вот коллегиальности непосредственно. Все-таки врач – это более высокая ступенька. И второй аспект, который хотелось бы осветить, это пациенты, которые вот только сейчас пришли, да, но для того, чтобы врач не тратил время на рутинное обследование, измерение артериального давления, пульса, да, если во время приема возникают какие-то вопросы, да, обследование, применение экспресс-технологии, изучение сахара, холестерина, электрокардиограммы, да, вот это все делает медицинская сестра. Чтобы было удобно и врачу, и медицинской сестре, и самое главное больному, что мы сделали? Мы сделали. Открыли для медицинских сестер самостоятельное расписание. Перечень контингентов, которые могут к ней записаться, мы с вами уже оговорили, более того, пациенты сами знают, когда идти к медицинской сестре, когда к врачу. Это уже просто приучили за 20 лет. Нет. Вы знаете, невозможно приучить человека, если предложенная технология идет вразрез с его пониманием, идет вразрез с потребностью, к которой он приходит. Значит, если люди идут, значит, мы считаем, что эта услуга сейчас востребована, и она, ну, в принципе, достаточно высокого качества, чтобы людей заинтересовать. И когда мы начали с приема врачей общей практики, сейчас эта ситуация расширилась на узких специалистов. У нас ведет самостоятельный прием медицинских сестер, узких специалистов. Врач-окулист. Пока у меня один, у нас один работает врач-окулист в поликлинике на 60 тысяч взрослого населения. Много этого мало. Это невероятно мало, да? Но, к сожалению, у специалистов этой специальности есть сегодня небольшой дефицит. Но работают две специально обученные медицинские сестры, которые берут на себя больных с глаукомой, которые берут на себя динамическое наблюдение за больными с катарактой, которые помогают пациентам оформить документы на операцию в больницу Ярошевского, Бранчевского, да? Которые могут провести динамическое наблюдение уровня внутриглазного давления, да? Уже ряд поводов к посещению непосредственно самого врача, он снимается. И у доктора остаются только самые тяжелые больные и больные, нуждающие именно в осмотре. А скажите, пожалуйста, благодаря всему этому, вы заметили, что снизилась напряженность посещения узких специалистов в вашей поликлинике? Вы знаете, цель была немножечко другая, не то что напряженность, да? Во-первых, это элемент доступности медицинской помощи на амбулаторном этапе. А во-вторых, здесь следующая ситуация. У врача появилась возможность посмотреть и поработать с теми пациентами, которые раньше просто-напросто до него не доходили. И сейчас что мы увидели, да, это более широкий и полный охват диспансерной группы, да? Мы сейчас уже практически полностью можем сказать, что глоукома у нас осмотрена полностью. Все больные с бронхиальной астмой, с хобл, они раз в год, но осмотрены врачом, а значит, лечение откорректировано. И ведь для нас удовлетворенность пациентов важна однозначно, количество его посещений в поликлинику важно однозначно, но у нас есть так называемые параметры контроля состояния. Если мы видим, что на фоне применения самостоятельного приема медицинской сестры у врачей-пульмонолога, да, в совокупности с новыми технологиями, в совокупности с новыми технологиями реабилитации этих больных, уменьшается количество вызовов скорой помощи. Если больные научились себя контролировать сами, если у них нет необходимости лечь в круглосуточный стационар. Вот, пожалуй, это самая большая положительная оценка того, что наша работа, она эффективна и нужна. Ну, я думаю, это можно включить пунктом снижения напряженности. А давайте послушаем еще звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Это 15-я поликлиника, да? 15-я. А можно у вас прикрепить кто-то из другого района? Что нужно для этого сделать, ваш вопрос, да? Да. Спасибо. Вы знаете, это очень частый вопрос, который нам задают. Но здесь я хочу, чтобы пациенты и люди, которые проживают в другом районе, понимали. Вообще амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается по месту проживания. И это не зря так придумано, да? Участковый врач и участковая медсестра должны иметь возможность прийти к вам домой и оказать помощь на дому. И в то же время вы не должны испытывать каких-то серьезных затруднений с тем, чтобы добраться до поликлиники для выполнения тех или иных мероприятий. Я вам больше скажу. Сегодня уровень развития наших других лечебных учреждений, он ничуть не ниже. И тот опыт, о котором мы сегодня говорим, по самостоятельной работе медицинских сестер, он транслирован практически во всех лечебных учреждениях. В той или иной степени он уже реализован. Поэтому я не думаю, что вам стоит рисковать собственной здоровью и собственной жизни, отказываясь от посещения врача на дому, только потому, что у нас есть вот такая технология. Вероятнее всего, вам нужно просто повнимательнее присмотреться к расписанию работы в вашей поликлинике, в которой вы проживаете и прикреплены. Поэтому на консультацию к нашим специалистам, пожалуйста, милости просим. Наш эфир продолжается. 202.11.22. Мы по-прежнему ждем ваших звонков здесь, в студии. Мы сейчас заговорили уже о работе врачей на дому, а давайте поговорим о работе медсестер на дому. Давайте. Вот в каком направлении эта работа построена у вас? Ну, так как мы работаем по принципу врача общей практики, семейного врача, так скажем, поэтому медицинская сестра, как никакой другой специалист, очень приближена к семье. О чем мы все мечтаем. Да, да. И вы знаете, поэтому, когда она обязательно, ежедневно, она обходит свой участок, да, у нее есть назначение, которое она выполняет на участке, это тем пациентам, которые по какой-то причине не могут прийти в поликлинику, выполняются патронажи медицинскими сестрами. Это тем пациентам, которые были переданы докторам на динамическое наблюдение за пациентом, да, что делает медицинская сестра на дому. Она в той или другой степени участвует в лечебно-диагностическом процессе совместно с доктором. И те назначения, которые назначаются пациенту на дому, медицинская сестра при посещении наблюдает за пациентом и проверяет параметры состояния пациента с той или другой нозологией, да, допустим, если это сахарный диабет, она определяет, обучает пациента определению работы с глюкометром, следить за своим сахаром, определяет и как бы обучает пациента там, какую он должен вести, какой должен быть, какая должна быть у него диета и так далее, обучает его самоконтролю его состояния, но и наблюдает за параметрами состояния, которые отвечают за его заболевание. А время у нее есть, чтобы быть внимательной, чтобы успеть рассмотреть все проблемы, потому что если график напряженный, то... Как раз у медицинской сестры времени больше, больше, чем у врача. Я имею в виду, что она на приеме с врачом, прием в поликлинике заканчивается, затем они отправляются на участок, у врача вызовы на дом к пациентам, и у медицинской сестры вот именно та категория пациентов, которая передана ей на динамическое наблюдение, она за ними наблюдает, и она имеет возможность с пациентами на дому как раз индивидуально позаниматься, если это того требует, и обучить родственников, если это необходимо, за уходом, уходу за тяжелобольными пациентами, ну и так далее. Разворачивают стационар на дому, это для тех пациентов, которые в той или другой степени не легли в стационар. Да, они могут по какой-то причине. Или же отказались разворачивать стационар на дому, и доктор с медицинской сестрой, они в принципе ведут стационар, замещающую форму оказания медицинской помощи. Ну вот, Лариса, Елдашина несколько рассказала слово, что медицинская сестра обучает, 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 да? Действительно, вот этот процесс мы практически полностью отдали медицинским сестрам. Вопрос обучения пациента, как жить со своим заболеванием, как предотвратить развитие этого заболевания у его родственников, у детей, как наладить быт в семье, так чтобы максимально снизить влияние этих факторов. Ирина Михайловна, я вас осмелюсь прервать, потому что зритель нам перезвонил. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я вот прикреплена к этой поликлинице в 15-й. Вот, и очень мне, значит, нравится наша медсестра, Вера Сергеевна, очень внимательная. А фамилию давайте назовем. Андреева. 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 И я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Спасибо большое за звонок. Он нам был очень важен, конечно же. Да, я прервала вас. Ну, если, смею надеяться, что если пациенты звонят, значит, действительно наши сестры достаточно хорошо зарекомендовали себя как самостоятельный помощник, не просто как помощник, а как самостоятельный деятель на участке. Ну, так вот, возвращаясь к вопросу обучения. Да. Обучение организовано в различных вариантах. Есть индивидуальное обучение, когда медицинская сестра имеет возможность сесть и тетет с человеком, проговорить все основные вопросы. Вот это как раз вопрос обучения на дому. Тогда, когда она приходит, тогда, когда есть сам пациент, есть его родственники. Вторая же форма обучения, это непосредственно в поликлинике, когда мы собираем группу, однородную группу пациентов, и медицинские сестры читают им лекции с презентацией, с демонстрацией каких-то технических, практических навыков. О популярности такой методики, ну, наверное, говорит то, что не меньше 10-11 человек на занятия медицинских сестер приходят. То есть для людей эта информация востребована. Отрадным остается то, что если все-таки, когда мы начинали, средний возраст пришедших на образовательную школу был 55-60 лет, да, то сегодня приходят молодые, приходят молодые за вопросом. А мы с вами прекрасно знаем о том, что если пациент пришел, значит, он уже где-то прочитался. Значит, уровень знаний медицинских сестер должен быть гораздо выше, чем знания у наших пациентов. Вы меня очень удивили, что приходят молодые. Да. Наверное, здорово. В последнее время, особенно в последние годы, мне кажется, есть такой большой акцент в нашем здравоохранении на профилактику, на предотвращение развития каких-либо заболеваний и, соответственно, диспансеризации. Диспансеризация – это, конечно же, большая нагрузка для поликлиники, в общем, вне всякого сомнения. Вот здесь работа центров здоровья, скрининг, диспансеризация – наверное, нагрузка очень сильно увеличится на медицинских сестер. Да. И именно вот механизм тот, что мы отрабатывали самостоятельную работу на протяжении многих лет, нам помогло, ну, относительно безболезненно пройти тот момент, когда пришлось увеличить объем осматриваемых пациентов. Ежегодно мы осматриваем порядка 13,5 тысяч больных по определенным программам, по возрастам, вот диспансеризация определенных категорий граждан. Плюс профилактические осмотры. Нужная технология – очень нужная технология. И здесь, ну, 90% всей методики, она возложена как раз на медицинских сестер. Начинается с банального анкетирования, но анкетирование очень объемное на предмет выявления хронических заболеваний и факторов риска и их развития. Следующий этап – это диагностика, это экспресс-диагностика, это антропометрия, то есть измерение роста, веса, определение уровня жировой складки, да, и что самое главное в этом параметре, это уже врач потом делает заключение, определяет, какие заболевания есть, какая группа здоровья у пациента. А именно медицинской сестре отводится вопрос проведения так называемого углубленного индивидуального консультирования, когда перед ней есть как раскрытая карта все результаты обследований, которые она получила, все факторы риска, и именно на нее возложена обязанность именно направить пациента по принципу формирования здорового образа жизни. Это ее задача. Поэтому, говорю, порядка 80-90% конечно взяли на себя медицинские сестры. Вообще технология очень нужная, она нас лишний раз заставила посмотреть на участок немножечко другими глазами. Давайте еще один звонок примем. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Да, добрый вечер. Добрый, пожалуйста. Вот у меня такой вопрос. Вот у меня родственники находятся по вашему адресу, при длине. В принципе, я сама медработник, да, там терминальные сенсы очень тяжелые, которые требуют постоянного наблюдения, да, и вот у них вопрос сейчас стал о том, что, как бы, женщина после неоднократного инсульта, она не может настоятельно питаться, то есть ей нужна постановка у нас гастрального зонда. Вот. И они неоднократно обращались, как бы, к вызву, вызвать у вас кого-либо из специалистов, и они неоднократно отказывают. Это как-то вообще возможно, вот, или в принципе это невозможно? Нет, это однозначно возможно. Давайте все-таки это частная ситуация. Вы оставьте редакторам координаты, по которым с вами можно связаться. Мы обязательно эту проблему решим. Потому что уход за назогастральным зондом, уход за стомами, это все те технологии, которыми владеют наши сестры. Видимо, здесь какое-то недопонимание. Спасибо за звонок. Лариса Юлдашина, вы говорите о том, что у вас квалифицированный персонал, вот мы, кстати, звонки слышали, уже верим, да. Но, тем не менее, а есть какие-то факты, что вот ваши сестры, они действительно очень опытные? Какое-то признание, может быть, какие-то заслуги? Стоит, наверное, об этом тоже сказать. Медицинские сестры, вот, поликлиники нашей, они тоже, конечно, имеют, имеют особые такие достижения, как мы считаем, которые в своем профессионализме, они своих профессиональном достигли. Недалее, как в 2014 году, наш фельдшер-лаборант заняла четвертое место во всероссийском конкурсе, лучший по профессии, в номинации лучший лаборант, четвертое место по России. А в регионе она заняла первое место, на втором этапе региональном. В 2015 году медицинская сестра, врача общей практики, занимает первое место также во всероссийском конкурсе. Это ежегодный, это ежегодный всероссийский конкурс. Акимова Марина Павловна занимает первое место, лучшая медицинская сестра, участковая в номинации. Ну и, конечно, различные те конкурсы, которые организуются по непрерывному профессиональному развитию, конкурсы формирования здорового образа жизни, профилактические конкурсы. Медицинские сестра ежегодно участвуют в этих конкурсах и занимают призовые места. Я считаю, это тоже благодаря тому, что они саморазвиваются, происходит самоорганизация. Ну и мы достигаем таких как бы престиж медицинской сестры, он также растет. Ну видно, как вам приятно отвечать на этот вопрос. Елена Михайловна, я прям буквально минутка осталась, может быть, успеем коротко. Все, о чем мы сейчас говорили, о том, что сестры готовы, они умеют, они хотят, но это же огромная ответственность, это увеличение нагрузки. Какая мотивация людей все-таки? Почему они готовы и хотят? А вы знаете, здесь мотивация и материальная, как у всех нормальных, адекватных людей. Все-таки мы стараемся делать так, чтобы медицинские сестры, которые ведут самостоятельный прием, и у них это получается, и получается повышать качество оказания медицинской помощи, получали несколько более высокую заработную плату. но здесь вопрос не материального стимулирования, то же самое возможность участвовать в конкурсах, те же самые конкурсы профессионального мастерства внутри поликлиники. Спасибо, Ирина Михайловна, спасибо большое, Лариса Удашна, благодарю вас за участие в программе, мы прощаемся со зрителями, и до свидания. Всего хорошего. Всего хорошего.